Всем привет, с вами Вика и добро пожаловать в мое видео. И в этом видео я покажу вам просто 5 интересных, прикольных и необычных сайтов. И некоторые из них даже будут чуть-чуть странными, но там совсем немножечко, совсем капельку. Я весь день перерывала интернет, чтобы найти для вас эти замечательные сайты. И вот, я отобрала для вас эти 5 сайтов, поэтому давайте поскорее перейдем к ним. И поставьте пальчик вверх за то, что я целый день мучилась и перерывала интернет. И среди всех каких-то странных, очень-очень странных сайтов, слишком странных, нашла для вас более-менее. Ну, относительно тех, которые я вообще видела. И, кстати, если вам нравятся такие видео и нравятся сайты всякие там интересные, то я могу еще для вас поискать. Но я думаю, вам для меня не будет жалко лайк, не правда ли? Ну и подписчики на канал. Ну, а теперь мы точно переходим к этим 5 сайтам. Итак, первый сайт называется «Найдите невидимую корову». Звучит упорота. Отчасти так, это и есть. Потому что корова, которую мы будем искать, будет размером с пиксель, ее будет просто не видно. И вы спросите, как же мы найдем эту корову? А найдем мы ее вот так вот. Короче, мы будем возить курсором. И чем ближе мы будем к этой корове, тем громче будет какой-то парень говорить слово «cow», что переводится с английского «корова». Он такой будет «cow», 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 «cow». И я уже 6 раз нашла. 5 раз я нашла корову, и 1 раз я нашла козу. То есть здесь есть 2 персонажа. Дело в том, что нужно получить 50 очков, чтобы разблокировать окончательного животного. Да нифига себе, мне что, весь день сидеть искать корову или что? Так что давайте попробуем найти 1 корову и 1 козу, чтобы вы точно знали, как это упоро-то выглядит, блин. Начнем с коров. Нажимаем на кнопочку «найти корову». Он повторяет это похоже на смех. О, тут громче было. Еще громче мы почти нашли. Все. Слышится, как будто он говорит «да». Или гавкает. Все, кульминация. Давайте быстрее. Ищем корову. Где же она? Вот, я нашла ее. Привет. Ты нашел меня. Итак, ну вы услышали, как это упоро-то звучит. И теперь послушаем, как звучит слово «год». Коза. Скер, 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 скер. Мертвый кнайпер. Вот это он орет, блин. Так где же ты коза? Нашла. Ура, мы уже нашли. Я как бы, в целом я нашла уже 8 животных, прикиньте. Из них 6 коров и 2 козы. Вы, конечно, можете попроходить до 50 очков. И если вы пройдете и наберете эти 50 очков, то напишите в комментариях, какое животное открылось. У меня просто не хватит терпения все это проходить. Ну что ж, этот сайт был прикольным. Хотя, я думаю, мы переходим к следующему. Короче, этот сайт называется «год». Дело в том, что мы будем наводить курсор вот в этом черном квадрате хоть куда. И будет появляться фотография. И на ней человек будет указывать пальцем на этот курсор. То есть, куда вы его не вдвиньтесь. Давайте сюда поставим курсор, например. Видите, пальцы показывают сюда. А теперь сюда, например. Видите, и пальцы показывают прямо на курсор. Это же классно. Мне очень понравился этот сайт. Он какой-то такой странный, необычный. Давайте сюда поставим. Как это здесь появилось? Что? Так, ладно, давайте выключим этот сайт. Мне очень понравился этот сайт. Ну ладно, короче, этот сайт оказался тоже очень необычным. В своем плане я таких уже никогда не встречала. И сейчас мы перейдем к следующему. Итак, он называется... Шелк. Интерактивное генеративное искусство. Ну, у меня так, переводчик перевел. Криво, правда, но перевел же. Короче, мы здесь будем рисовать. Но! Не просто какую-то фигню рисовать, а именно узоры. Классный узор, смотрите. Вводите хоть куда-то своей мышкой, своим курсором тоже. И можете рисовать абсолютно разные узоры. И это так завораживает, прям антистресс какой-то. Можно такие узоры классные нарисовать, что просто закачаешь. Субтитры сделал DimaTorzok Ой, такой расслабон, а? С душой прям камень свалился. Так, ладно, короче. Мне очень понравился этот сайт тем, что тут задумка тоже необычная. И такого сайта я тоже не встречала. Можете просто заходить на этот сайт и рисовать свои узоры. Ну, а мы переходим к четвертому. Следующий сайт, ребята, мне очень понравился. Он мне поразил своей необычностью, необычайностью. Необычайностью, наверное. И знаете, что такое галактика? Знаете? И вот вы только представьте, какие мы минифизерные в этой галактике. У нас как будто просто нет. И вы сейчас узнаете, о чем я говорю. Смотрите. Этот сайт, он показывает всю галактику. Ну, вы как бы скажете, и что? Ну, мы можем приближать и рассматривать абсолютно любую звезду в любом месте. Вот где захотите, там и смотрите. Смотрите, мы отправляемся ближе к звездам различным. И их тут куча просто. Просто куча. Вот, например, мы хотим узнать... Давайте вот... А, подождите, вот солнце. Давайте в нашу солнечную систему отправимся. Ой, подождите, солнце. Солнце. Ну да, все правильно, все правильно. Вот, тут один световой год расстояния. Правда, я не знаю, не помню, сколько это километров, но... Без разницы, неважно. Она все равно... Эта галактика все равно огромная, наша солнечная система тоже. Вот оно, солнце. Можем еще приблизиться? Нет, все. Вот, и такая музыка еще такая космическая. Какую-то атмосферу прибавляет, такой закат. Здесь показан еще и путь, по которому двигаются планеты вокруг Солнца. Вон, Юпитер, я вижу тебя. А Земля где? Вот Земля. Вот наша Земля, земелька. Ну вот, да, солнце, как бы оно огромное такое, да? А теперь давайте двигаться дальше. Уменьшаемся. Уменьшаемся, уменьшаемся. И смотрите, какие мы маленькие. Мы настолько маленькие. Это, ладно, еще наша система, да, и так, милипизина, как крошка. А в ней есть еще планеты. Эти планеты еще меньше. А на них есть люди, ну, на Земле есть люди. И они еще меньше. Нет, вы только представьте, насколько мы... Я не знаю, мы как пиксели. И даже половина пикселя. Одна, тридцать вторая пикселя, наверное. Офигеть, вы только посмотрите на всю глобальность. А ученые еще и говорят, что на других планетах нету жизни. Да из чего вы это взяли? Смотрите, тут сколько планет этих всяких. А прикиньте, где-нибудь в другой галактике человек так же сидит. Ну, какое существо сидит такое, думает. Не существует инопланетной жизни. Ученые это доказали. Ребята, вот если бы у вас была возможность побывать на любой звезде, вот в этой, во всей галактике, во всей вселенной, вы бы хотели к нему побывать? Да что я такой тупый вопрос задаю? Конечно бы вы захотели побывать. Ну, скорее всего. Короче, ладно. Это просто великолепный сайт. Он мне очень нравится. Хотели бы вы когда-нибудь услышать, как звучит ваше имя? Ну, только никогда его говорят на музыкальном языке, наверное. Для этого нам понадобится лишь один сайт. Ладно, давайте я напишу свое имя здесь. А если у меня не поместится? Нет. Это должно поместиться. Вика! И сердечко. Правда, мне очень оно какое-то странное. Ну ладно, мне нравится. Вика! Вот так звучит мое имя. Вы можете написать свое и слушать на здоровье. Да и не только имя можете писать. Вы вообще можете хоть что-то нарисовать. Хоть смайлик. Давайте нарисуем... Сэма! Конечно! Я не знаю, кого нарисуем. Такой классный. Ой. Ну, у него будут маленькие уши. Классненький сайтик. Можно подарисовать вообще всяких смайликов. смайликов. Кто же я? Я надеялся. Вот эту замечательную мелодию мы и закончим наше видео. Если вам понравились эти сайты, то в описании будут ссылочки на них. Ой, вот так вот. В описании будут ссылочки на них. Можете перейти и сами поиграть. Ну и... Также я оставлю в описании ссылку на магазин, где продаются топовые игры по низким ценам. Переходи и покупай. Ну и на этом все. С вами была я Вика. Всех люблю, целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok